Предприемство «Полецкие сыры» для Хойнского района не просто за разраду города утворальных. Сегодня это промысловый ориентир, модернизованный сучастной вытворчастью и передовыми технологиями. Это ранее сыры тут вырабляли практически уручную. Зараз санитарное потребование для процесса настолько строгие, что на некоторые участки журналистам тяжко трапить. Навод у якости выключения. Особливый гонор заводчан – автоматизованная линия по перепродавцу молочной сыроводки. Почас субботника тут выраблялась продукция, которая будет накирована на экспорт. Предприятие как бы получило новое дыхание. Сегодня предприятие перерабатывает сыворотку, которую раньше надо было утилизировать. Сыворотка является экспортоориентированным продуктом. Порядка 25 тонн в сутки вырабатывается сухой сыворотки, которая идет на экспорт, применяется в пищевой промышленности, в химической. Бадай наибольша массовая работа в Ходинском районе. У гэтый день разгорнулись увезцы Барысовщина, где прошел молодежный субботник. На пыраканце 19-го, на початку 20-х астагодзев тут был побудованный сядебно-парковый комплекс, який зараз мае статус объекта историко-культурной спадчины. Еще в 70-х годах частка гэтых побудов выкарастовалась в господарших метах, частка, як жилая помешканне. После Чарнобыльской катастрофы комплекс пришел у занепад. Зараз над им узелешевство молодежной громадской организации, який периодично наводзись тут парадок. До речи, не глядячи на тое, что практически усе будинки частково разбораны, гэтая места карастается популярностью у замежных туристов, який наведуюсь район с гуманитарными миссиями. Мясцовые улады ситуацию оценивать реально, у весь комплекс одразу не одновить, а ли имкнуться до гэтага необходно. Наибольш реально зараз одновить былую водонапорную вежу, тем больше, что она выканана у незвычайном для гэтых местин негатычном стиле, до речи, с подвежи, до раки, якаясь доходится метрах у двухстах, ведь и падзебный ход, правда, зараз он частково разбораны. Нагдядичи на достатково дождливые надворы, запланованные на свободник работы, у Хонинском районе выкананы у полном объеме, тем больше, что парадок потребляется постоянно, а прочатаго только одним днем тут не обмежавалися. По особенности, суботник стал заключным этапом проведенного месячника, спис, сделанного достатково широкий, от адраматованных агороджев до створения мясовыми умельцами, а ли имакету военной техники. Насоправдные, яны макчимы и не вельми подобные, а ли добрый настрой створают. До того ж, у якости материалу увесы ведь, по господарску выкарастали речи, які, звычайно, выкидываются на звалку. У Борисовщанскому сельсовету кажуть, что у Вогули, у Бакуат на ведение парадку не заставьте никто, но вот городские организации оказали допомогу. Которые в районе у нас закреплены за сельским советом, жители сельсовета, в то же время мы проводили акцию во время проведения месячника «Посадим садом вместе». Хочется отметить, что при проведении данной акции подключились школьники Витерской школы. С огромным удовольствием они садили сад, которые будут в дальнейшем растить и пользоваться им. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, Толя радиокомпания «Гомель», Хоинский район.